Здравствуйте! В эфире «Прямая речь». Сегодня мы беседуем с человеком, который на протяжении всей своей сознательной жизни принимал активное участие в становлении и развитии страны в ключевых сферах и внес свой личный и профессиональный вклад. Сегодня на вопросы ответит Мар Байджиев. Мар Байджиев – писатель, драматург, режиссер театра и кино, литературовед, переводчик. Родился в 1935 году в семье педагога и писателя Ташима Байджиева. Окончил Кыргызский государственный университет, высшие курсы сценаристов и кинорежиссеров в Москве. Работал главным редактором студии «Кыргызфильм» в Министерстве культуры, собственным корреспондентом литературной газеты. Депутат легендарного парламента. Рассказы и повести Мара Байджиева переведены на многие языки. Его пьесы вошли в репертуар театров стран СНГ и Европы, игрались на сценах Германии, Польши, Финляндии, Швеции, Канады, Коста-Риги. Мар Байджиев стоял у истоков кыргызского кино. Фильмы, снятые по его сценариям, были удостоены высших дипломов на различных фестивалях. Как билингвист и переводчик перевел на кыргызский язык пьесы Антона Чехова, Жана Кокто, в своем переводе поставил на сцене трагедию Шекспира, Антони и Клеопатра. Весомый вклад внес в изучение и пропаганду эпоса Моназ. Вы всегда были известны своим характером. Это непримиримый бунтарь, который всегда знает, что сказать. В период вашей юности, первого литературного успеха, к вам относились очень настороженно, потому что вас называли сыном врага народа. Как вы в то время проявляли свое инакомыслие и не боялись ли его проявлять? Ну, чего бояться? Волков бояться в лес не ходить. Я что хотел, то я писал. Хотите берите, хотите нет. А там уже дело техники. И там и пошло, и пошло. Ну, а вот иногда, когда касается моего творчества, ну, как драматурга, ну, и так далее, я всегда, ну, как я говорю, вы знаете, как драматург, как писатель, а кинодраматург, театраль. Я ввел себя красной девице. Хотите берите, хотите нет. Вот кто брал, то и делал. А чтобы лезть через капитал, это у меня нет. Потому что я всегда был, но между нами говоря... И в конечном счете, ты знаешь, дитя моя, на старости лет я чувствую себя победителем. Я ввел себя правильно. Никуда не лез, никому не предлагал. Хотите берите. И поэтому 247 театров, оказывается, мира поставили. За рубежом это тоже. Ну, кто-то. Даже в нашем русском театре Шекспира стали два, а меня трижды. А теперь о вашей деятельности как журналистам. Солдаты идеологического фронта, так называли журналистов в советское время. Задача которого была разъяснять политику партии и правительства. Вы как раз таки были журналистами в это время. Вы пишете, я вас процитирую, под могучей лапой диктатуры КПСС были все СМИ стороны. Под ее пресс не раз попадал не только я, но и великий Айтматов. То есть вы никогда не были пропагандистом и не верили свято в коммунистические идеи? Нет. Я считал, что это коммунистическая идея, это, как этих, ОН вот этих называли, это самое. Такого не может быть, то, что было, они объявили. То есть вот был такой момент, как-то еще, я был еще членом партии, проводят какой-то семинар, значит, каких-то пропагандистов меня в ЦК приглашают. И там я сказал, вы знаете что, за что мы осуждали ОН, и кто там вот этих, как, забыл термин на старости лет. Кому-нибудь то же самое. Представьте себе, у нас тех осуждали, что пока не будет социальной жизнью обеспечивать то, что они хотят, эти, ну, забыл, что у нас сказано. Каждому по способностям, от каждого по способностям, каждому по потребностям. Я говорю, тут собака зарыта. Как это так? А если он бездельник, сексуальный маньяк, и ничего не делает, потребности у него такие. Что мы его должны обеспечивать? Женщин, да, поставлять ему, кормить его. Хорошо. Открывать по способностям. Дело в том, чтобы содержать государство, надо вырабатывать семью в том числе. Надо. Это государство, это семья. Отец семейства, сын, там, кто там содержит, да? Он должен добывать доходов больше, чем ему самому. Потому что содержать семью. Еще и на завтра о внуках подумать. Вот что должно быть от этого. И государство должно воспроизводить доходов больше того, чтобы потреблять на сегодня. А коммунизм, это была идеология, которая была... Но надо было каким-то образом собрать, поэтому бездельники пошли. А случайно не ваш отец повлиял на вот эти вот ваши взгляды? Потому что, ну, все-таки история вашего депрессированного отца, наверное, поменяла в какой-то мере отношение к стране, в которой вы жили. Ну, видишь ли, мой отец, это поколение, оно было очень настроено, они были уверены, что это действительно произошла революция. Оказывается, потом, как нам... Это нам так преподносили по истории КПСС и тогда редактор сам Сталин. Это был элементарный переворот, захват власти. Для того, чтобы вот это понять, надо знать жизнь и знать историю своей страны, государства. Не только свою, но историю мира. Что происходило и как, и где было. Парижская коммуна. Представьте себе, они решили, что... Разгромим. Дальше чем кончилось. Повесили люди, когда там открыли голову. А дальше что? Потом же за эту власть вот это... В Ангее устроили, тоже Европа-Север, в борьбе за власть сами себя уничтожили. И все равно Франция вернулась к тому, что было. В 60-е годы прошлого века я написал пьесу «Дуэль», которая пошла по театральным сценам мира и СССР. В Москве ее играли три театра, а во Фрунзе спектакль шел в каргызском и русском драмтеатрах. Но тут в парт-прессе вышла статья, что спектакль этот антисоветский выступает против пропаганды КПСС, так как один из героев пьесы говорил, истина — это рождение, жизнь, смерть, а все остальное — мораль и пропаганда. Во Фрунзе мою дуэль тут же запретили. Хорошо, а как вы относитесь к нынешнему положению со свободой слова и свободой печати? Вас что-нибудь не устраивает? Меня страшно, это бесит. Другого слова не могу найти. Потому что, помимо того, я же автор закона «Средствах массовой информации». Вот посмотрите, в 92-м году я предложил этот закон. Он был очень длинный. Чуть ли 30-40 минут, много. Человек, который практически испытал на себе работу журналистом, спецкорм, сопкорм. Я знаю, что надо и как положено, да? И там все описано. И потом буквально там 6 страничек приняли и пошло. Сейчас, простите меня, идет нечто невероятное. Абсолютное нарушение. Не путайте морковку с пальцем. Ну, матершину не скажу. Потому что свобода слова, это не значит, что должен говорить все, что угодно тебе. Говори ради Бога. А для этика? Для национальной культуры? Почему ты, как молодой журналист, когда, ну, предположим, против меня пишешь, ну, я же твой дедушка, оно заложено в наших взаимоотношениях. Ты тоже скажи. Ну, как внучка моя. Ты понимаешь, в чем дело? Если ты мой соратник, вопрос к другому. Может, я скажу, но ты моя внучка. Вот это заложено было. То есть, этика. Первое. Второе. Самое главное, самое главное, это говори все, что угодно. Ну, в пределах национальной, государственной, этики и так далее. Ну, как положено, да? Но не ври. Наврешь, будешь отвечать. За клевету будешь отвечать. Понимаешь? Почему в уголовном кодексе есть оговор? Посмотрите. Оговор, когда... Потом, обратите внимание, когда выходит свидетель, он говорит, я отвечаю, что буду говорить только правду. Если буду говорить татата, меня на карсере. Судья сидит, да? Там есть. А почему в прессе можно все, что угодно болтать? Вот я буквально недавно какие-то смотрю газеты того же Диамекова, которого очень уважал, очень хороший парень. Я люблю его. Спикер, да? Покажет, что он в туалете сидит. Что за безобразие? Роза Тумбаева, ну, у меня свои отношения с ней, да? Когда мужики сделали переворот и струсились, то есть девчонка наша, сестенка пошла и взяла, как Жанна Деар, да? Ее пока сидит на ящике в этих трусиках. Что за безобразие? Эй! Почему даже оскорбляет нашу дочь Андрееву? А где его сидели вот эти, которые делали? Почему в газете надо и так показывать? Как подумают о народе нашем, о нашем государстве, о нашей этике, о нашей отношении? Потом, пока не забыл, у нас к дочери, к женщине, к матери совсем другое отношение, нежели в восточных странах. У нас это матриархат, прости меня. Читай Айтматово, материнское поле. Все равно Курман Дяндаткат читай. Потому что для Крыза женщина это святость. Быть ты моей доченькой, сестренкой, там, моя жена, это потому что это, как тебе сказать, национальный вентилитет. Не надо забывать. К слову, к тому, что вы сказали. С феврала этого года каждую пятницу выходят ваши статьи в газете «Слово Кыргызстана», где вы делитесь своими мыслями по разным вопросам. Очередная ваша статья была посвящена культуре, которая так и называется «Культур-мультур». Я вас процитирую. Политики республики в страстной борьбе за власть забыли, что богатство государства состоит не только из материальных благ, но и из духовных ценностей. За последние годы культура и искусство практически превращены в забаву и развлечения на помпезных тоях с обильным бешбармаком и попойками, что и устроили на сцене театра опербалета. Репертуар театров изобилует спектаклями-однодневками, оплаченными родичами местечковых героев. Со сцены прет многословная бытовуха, бесстыжий натурализм вплоть до сексуальных извращений и порнографии. Спектакли ставят заезжие режиссеры разного рода. Видимо, эти заезжие новаторы, вы пишете, думали, что прибыли в страну дикокаменных ирокезов. Почему распространяется повсеместное плебейство? То есть, или теперь таким образом культура отвечает на запросы аудитории? Ты знаешь, дитя моя, вот недавно, ну, пусть они еще хотят, пригласили меня на спектакль Махабхарата. Я как фолькорист, профессиональный филолог, зная, что это произведение, какое там величие и чего там не хватает. Они из этого такая, вот, наша культура, это само собой, да, это ладно, политически. А тебе нужна политика эта? Тебе нужно прийти в театр, обалдеть от красоты индийской женщины? Заплакать, когда ей плохо и этому народу. Эта эмоция должна быть. А от того, что тебе, оказывается, какие-то там деньги перечислили, поставили, отчитались, так, 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 вот что происходит, вы понимаете? И превратили это или в забаву, вот как, ну, предположим, вы знаете, вот, крызы, вам, да, еще из Варда, крызы, ну, мы раздороженно живем, когда есть поминки или той, мы общаемся, крызы, старики со стариками, как было, вот это было, даже иногда тут же венчаясь своих детей, у меня дочка есть, у меня внучка есть, давай, и так бывало, да? Сейчас, вот, просто меня, я прихожу, давно не видел моих друзей, мой старик, старый хрыч, хочу посмотреть, он тут же сидит, зря, потому что стол, ну, там, стол третий, я не слышу его, этот, этот самый наемный, там, адамночный, вы хоть одну, эти балтологи, да? Я не могу поговорить с моим соратником, с человеком, который жизнь прожил, сколько нам осталось, да? Макрюк-вакрюк, потом всякие там появляются девки, ради Бога танцуйте, покажите красоту, да? А, сидим, надо пожрать, потом пакетик забрать, что это такое? Преводили это все в забаву, и чем больше приглашать каких-то людей, чем богаче, то оказывается, свой престиж. Вот это меня очень огорчает, потому что все это превратили нечто другое. В Кыргызстан заезжают зарубежные киномастера. По своему вкусу и замыслу снимают фильмы, несоответствующие менталитету, позорящие каргызский народ и его государство. Ну а в кинотеатрах с утра до вечера идут зарубежные фильмы, ужасы, боевики и вестерны, посвященные постельному натурализму, пагубно влияющему на подрастающее поколение. Вот это особенность творческой и научной интеллигенции постоянно ругать то, что происходит? Нет. Тут, понимаешь, я только выражаю позицию позицию художника, серьезного художника, который, я полагаю, что художественная литература и так далее, и так далее, это, в общем, идущая от бога. Мы должны внушать людям, ну, творчество так, что бы там ни было, что бы ни случилось, проведя войны, это остаться человеком, чему призывал Иисус Христос, Моисей и Магомед, что бы ни было. Вот эта задача, это тоже, как тебе сказать, одна из сур, может быть, величайшая этой самой религии, идущей от великого бога, что бы там ни было. А когда начинает вот это смаковать, зачем мне это нужно? Что вы хотите сказать? Я и так знаю. Эй, Вахуйгун, я беру газету, делает это, все время присутствует, а ты еще мне со сцены, с экрана говоришь, да, вот такой, зачем мне это нужно? Дайте мне вдохновение, Вахуйгун, покажите красоту женщины, ее величие, прелесть ее. Да. Дальше девочек. Знаешь, почему снимали Семен Кулачок Морова? А ты знаешь, что не был актеров? У них хрипловатый голос. Я учился с ним, учились, да? Но фактура красоты. Почему снимали эти гимны красавицу нашу? Татюшку. Это тоже девчишка. Вот. Почему мы снимали женщин среднего острова гимны? Бакенгады Кейв, все такое, почему старушку мы снимали тоже. Поэтому мы хотели показать народу. Эй, вахуй, это народ такой. Вот такие у нас есть мужчины, вот ребята наши, дети, вот такие женщины, вот такие бабушки. Вот. Пропаганда. Показать миру, что мы пещерные кракргызы, как писали у нас. Вы знаете, что вот это то, что мы сейчас переживаем, Америка пережила давным-давно в 50-е годы. Вот поверь мне, как профессиональный киношник, я профессионал, да, это все было, вот эти вестерни, то-то-то-то-то-то-то-то. И тем не менее появляются великие художники, как Феллини, Антонионе. Да, было, но не забывайте об обе. Вот еще одна ваша цитата, на мой взгляд, чрезвычайно интересная. Негатив я называю мэркомбайство. Есть у нас, как и у любого другого народа, негативные вещи. Я думаю, что каргыз-человек действительно сегодня включает в себя отрицательные явления. И здесь я бы отметил мелкую зависть. Есть такое качество у некоторых каргызов. Сам не может сделать что-то выдающееся, но не дал бог способностей. Но если у кого-то получается, начинают под него копать. Вы пишите, у каргызов есть такая поговорка, чем Чубак хуже Монаса. Чубак это дружинник Монаса, смелый воин-патриот, но не было у него такого качества, которое было у Монаса, фанатичного желания во что бы то ни стало объединить народ. Поэтому Чубак и не стал Монасом. То есть это настолько выпуклое качество, которое мешает каргызам везде и всюду, в профессиональном плане, в искусстве, литературе и даже в политике. Да, я от этого не откажусь, так и буду говорить. В прошлом с чем? Этот путь уйдет, мы посадим своего. Вся трагедия в этом. Обратите внимание, почему бедных этих премьер-министров меняют чуть ли не каждый год. Надо же о человеке тоже подумать. Он там, какой-то фирмы, его снимают, все это отказываются, становится, а через год тоже снимают. Ну и что? Ведь чего это сделано? Не для народа. Не для того, чтобы мы дальше жили, расцветали, а для того, чтобы своего человека посадить. Вот это, между нами говорят, там у тебя есть, я думаю, насчет коррупции, это так. Если он знает, что буквально, буквально завтра может дать под задницу им коленом, у него нет перспективы. Он, пока он сидит на крысе, он должен нахапаться, своих людей устроить. При нас было по-другому. При нас экономы работают. Мы специалисты с длина оставались. Один министр, нас это не касается. Мы специалисты работаем своим делом. Министр пришел у нас консультироваться. Давайте я вас процитирую, Мартин Шеверч. Министр, начиная до уборства, он меняет своих людей. Ну и что? Половина ваших нынешних статьй посвящена политическим реальным странам. Вот вы пишете. Будучи одним из тех, кто стоял у истоков создания суверенного Кыргызского государства, участвовал в принятии Конституции Кыргызстана 1993 года. Составление законов о культуре, науке, просвещении, средствах массовой информации, госнормативов, как и мои коллеги по легендарному парламенту. С особой болью воспринимаю негативные явления последних лет. Вот за что вам особенно обидно? Ну, то, что я тебе говорю. Потому что, вот, нас было 360 депутатов в то время, да? У нас была единственная задача, народ, что, и государство сохранить независимый. Ну, ну, как вам сказать? Государство ни одно не может быть независимо экономически. Мы имели в виду только политически. Понимаешь, конечно, только суверенностью? Политически. Чтоб не КПСС нам диктовал, а мы сами, по-кульгу, мы наставили на том, чтобы была сохранена единая армия, единая денежная система, единая экономическая система взаимоотношений. Но политически мы не должны были зависеть от КПСС и прочее. Вот в чем было. Почему мы не захотели Абсолют Масалевича избрать президента. Я ему говорил, и так, и так, и в КРУ, есть лицерт и КРУ. Абсолют Масалевича, останься хотя бы спикером. Зачем вам президент или? Мы боялись, что он, ну, как вам сказать? Он КПССник. Халлой КПСС, а там еще КПСС существовал. Вот в этом было, да? И к сожалению, и Конституция, составленная в 93-м году, она так и шла, почему мы ее приняли. Обратите на это внимание. То есть мы единая система экономическая и военная не так-то просто. Вот сейчас никак не могут наши там саммиты проводят, это, 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 для чего? Это не просто экономическая это военный блок, чтобы противостоять НАТО, ПАТО и ТАИ, впрочем. Если мы не объединимся туркестанцы с Россией, нас любой прием загрузит оттуда. И вот эту Конституцию принимали. Там были интересные моменты, которые потом исказили по-своему. Мы очень наставили на том, чтобы глава государства, вот первый вариант вот такой, который предложили нам авторы. В 93-м году первый вариант. Да. А глава государства, он является главой правительства. Понимаешь? Пусть он отвечает за все, но тут-то есть такая штука была, президент, он глава правительства, он сам отвечает, он создает. Но когда он представляет, Джорг, конечно, должен утвердить, министр та-та-та-та, и ради Бога, если что-то не так, скажем так, эй, президент, ты же предлагал его, он-то оказывался взяточником, он будет дрожать, не дай Бог, чтобы это случилось, и он будет дрожать, не дай Бог, чтобы подвести президента, который перед лицом всего народа, этого самого парламента, меня избрали. Молчок-то. На днях в сети большая популярность получила видео, где молодой Дмитрий Быков, российский писатель, поэт и журналист, задает свои вопросы чинизе Айтматову. Видео датируется 87-м годом, это как раз то время, когда гремела плаха Айтматова. И вот в самих комментариях я заметила одну закономерность. Очень многие люди писали о том, что не хватает вон той интеллигенции, не хватает воспитания, хорошего вкуса, вот они соскучились по тем деятелям, которые были раньше, и что нету достойной замены. И отсюда вопрос, является ли интеллигенция сейчас отдельной самостоятельной социальной, возможно, группой, и какая она современная кыргызстанская интеллигенция, которая, я уверена, безусловно, есть? Ну, я тебе просто о них это расскажу. В Москве там тогда кто-то сидит в старом пресс-городе у меня в пенсии, и сидит, а там женщины толкаются, то-то-то-то, и говорит, господи, все такое, женщины толкаются, сидит на скамейке, место не уступит, не интеллигенция, а он в пенсии там читает огонек. Он говорит, что за интеллигенция? А там спорят, что еще пишут. Какая интеллигенция? Какая-то-то раньше была так, это-то-то, это с моей точки интеллигенции, да хрена, автобусов мало, и вот так. Вот мы к этому пришли, потому что интеллигенция, она сама по себе не объявляется, она формируется в ходе социальной жизни, взаимоотношений. Тот, кто читает и так далее, постепенно, будь он там рабом, сторожем, ради Бога. Интеллигенция, отношение к тому, что происходит, потому что с ним можно говорить, работать, слушать его. Сейчас вот это все исчезло куда-то. Даже вот я говорю, газеты читают, доктор наук, который, он даже не прочел в одной статье. Какой интеллигент, прости меня? Он потому что защитил диссертат, сидит, делал, чечет, и все деньги пошел. Кому он нужен? Кто его слушает? Потом, что интересно, что мне страшно обидно, здесь какие-то журналисты говорят, вот, куда смотрят интеллигенции, т, 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 т. Хорошо, вот я то, что вы говорите. Я говорю, читайте, я же выступаю, кто меня слушает, какой он? Кому я нужен? Старый хрыч. Я мешаю. Вот этого нет, реакция. Ну, я вам скажу, то, что сейчас, раньше было так, я был, ну, корреспондентом, да, сапт, это много всего. Если в газете появился материал, обязательно центральный комитет реагировал на это, да или нет. Если я наврал, меня наказывали. Если нет, ой, что он там говорит? Он критикует секретарь Райконга. Давайте разберемся, так ли это? И принимали меры. Вот этого нет. Поэтому все это болтология стала. Пустые звуки. Кому нужны старые хрычи? Мало ли что. Обязательно перевернут меня, это, оказывается, я похвалил там из секундского там деятеля, а это копается совсем не в том месте. Мне, старому человеку, который жизнь отдал, так же, как мы делаем, за это государство и тогда это... Зачем? Мне важно, чтобы в дальнейшем наши потомки имели свое государство, свою родину, защищали ее и воспевали. Французский писатель Марсель Прус в свое время придумал интересный вопросник, который всегда в конце своих бесед использует Владимир Познер, но я задам вам некоторые из них. Отвечать надо коротко и ясно. Каким человеческим качеством вы дорожите больше всего? Объективным отношением в действительности. Какой литературный герой вам ближе всего? Их много. Какое слово вы больше всего не любите? Есть такое? Компромисс. Ваш идеал женщины, реальный? Доброта. Ну, красоту не все вам дает Бог, да? Доброта и материнское тепло в любом случае. Что вы считаете своей главной слабостью? Главная слабостью я очень эмоциональный человек. И высказываю то, что думаю, где это можно резко или вообще молчу. О чем вы больше всего сожалеете? Сожалею, что годы подходят, а то, во время чего мы боролись, так оно и не пришло. Что будет дальше меня очень беспокоит. И что вы считаете своим главным достижением? Главным достижением то, что на старости лет датели меня читать, ставить на сценах, вот буквально вернулся с этого прямой эфира. В конце концов, ты знаешь, дитя мое, я считаю себя победителем. Я никогда не гонялся ни за деньгами, ни за славой. Я хотел, чтобы меня люди слышали и поняли. И этого добился. Я победитель. Спасибо, что пришли. В гостях сегодня был Мар Байджиев. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин